Интеллектуальный конкурс 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 Я нигде не зарегистрирован. Все в порядке. Шучу, конечно. Спасибо вам огромное. 6-7 часов. Ну, мы вас найдем, посмотрим. За это время можно столько всего выложить. Что там интересно у вас? Продолжается конкурс номер 33. Идите к нам, давайте знакомиться. Напомните, как вас зовут и из какого вы города. Здравствуйте, меня зовут Хохолова Любовь. И я представляю Республику Саха-Якутия. У меня такой интересный вопрос для вас. Такой интересный вопрос. Может ли человечество когда-нибудь столкнуться с неземной цивилизацией, как вы думаете? И как это может повлиять на наше понимание себя и мира? Философский вопрос. Давайте по частям. Будем как бы слона есть по кусочкам. Первый вопрос. Может ли человечество когда-нибудь столкнуться с неземной цивилизацией? Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе? Просуждаем об этом. Я думаю, что в будущем, возможно, у нас настанет то время, когда мы откроем и сможем улететь на те планеты, где, как вероятно, есть жизнь. Потому что такие ученые выяснили, что такие планеты есть, но мы не можем до них долететь, потому что нет пока возможностей, нету таких технологий. То есть вы верите, что мы не одиноки во Вселенной? Да. Хорошо. И как это может повлиять на наше понимание себя и мира? Возможно, где-то в параллельной Вселенной проходит такой же конкурс красоты в этот момент. В каком понимании? Это твой ответ так понравился. Это уже они прилетели. Уже прилетели и высадились. Все в порядке. Я думаю, что человечество будет развиваться только в лучшую сторону, так как все новое – это хорошо. Ну, то есть мы поймем, что мы не одни во Вселенной, не центр ее, и будем как бы взаимодействовать и контачить. Да, только расти. И дальше что-то больше. Вообще есть такая шутка, что если есть какая-то разумная жизнь там где-то, то она к нам не сунется. Ну, примерно так. Спасибо вам огромное за ответ. Спасибо большое. Спасибо большое. О, ваши в зале. Ну и, конечно, мы приглашаем участницу номер 10. Добрый вечер. Добро пожаловать. Расскажите, из какого вы города и как вас зовут? Меня зовут Амелина Анастасия. Я представляю город Пермь. Вопрос? Да, конечно. Какое, на ваш взгляд, самое важное открытие или изобретение было сделано в истории мировой науки? Мне кажется, что на этот вопрос можно ответить максимально просто. Самое, наверное, глобальное изобретение – это колесо. Потому что с него все началось. Дальше можно перечислять такие изобретения, как интернет, вай-фай-соединение, искусственный интеллект. Но мне кажется, что все началось с колеса. Поэтому я считаю, что это главное изобретение. Мне понравилось, как быстро мы промотали историю. От колеса до... Действительно, рукой подать. Здорово. Если бы вы сделали какое-то открытие, что бы это было? На самом деле, я еще не нашла ту сферу, в которой я бы хотела точно развиваться и идти. Я разносторонний человек. За все свое время я успела позаниматься большим теннисом, гончарным мастерством. И на самом деле, я сейчас не могу ответить на этот вопрос. Вы в поиске? Да. Ну, желаем вам найти. Спасибо огромное. Спасибо. Вообще, молодая девушка должна всегда быть в легком поиске. Да, но раз все-таки про колесо вспомнили, мы катимся дальше. Номер 46. Выходите к нам, будем знакомиться и общаться. Как вас зовут? Из какого вы города? Маргарита Голубева, Санкт-Петербург. Ох, Маргарита. Маргарита, вопрос вам достался философский. Как у вас философия? Было отлично. До сегодняшнего финала было. Сейчас проверим. Вопрос звучит так. Как бы вы описали понятие «смысл жизни» и прилагающийся к нему удалось ли вам его найти? В чем он лично для вас? Смысл жизни? Хорошо, постараюсь ответить. Смысл жизни, он для каждого свой. Лично я мечтаю прожить свою жизнь так, чтобы в старости понимать, что каждый мой выбор был сделан верно. Ведь даже ошибки открывают нам новые двери и ведут к лучшему. Мой смысл жизни в том, чтобы продолжать заниматься творчеством и оставить след после себя, чтобы мои дела были хорошим примером для будущих поколений и несли им пользу. Вы заинтриговали нас творчеством. Что за вид творчества? Вы мечтаете написать картину? Вы сочиняете оперу или что-то такое? Я пою с пяти лет. Ух ты. О, ну у нас в жюри есть люди, которые могут это по достоинству оценить и даже попросить вас что-то спеть. А можно? Если хотим. Конечно. Хотим. У нас прямой эфир. Вот Дмитрий Юрьевич говорит, да, вперед. Так что выбора ни у кого нет. А капелла можете? Друзья, экспром. Вся планета распахнулась для меня, и эта радость, будто солнце не остынет. Не сможешь ты уйти от этого огня, не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. Интеллектуальный конкурс плавно перерос в конкурс талантов. Браво, спасибо огромное. Желаем вам спеть супер-хит. До встречи на вершине хит-парадов. Ставки усложняются, и у нас следом девушка под номером 25. Номер 25, мы приглашаем вас к нам, прошу. Добрый вечер, как вас зовут, из какого вы города? Здравствуйте, дорогие зрители. Здравствуйте, уважаемые члены жюри. Меня зовут Полина Полинович, и я представляю город Москва. Ошибусь я или нет? Правда, что, мне кажется, я вас помню. Правда ли, что мы встречались на открытом кастинге? Да, все верно. Друзья, открытый кастинг работает. То есть просто пришла девушка, сказала, хочу быть, хочу рассказать о себе на всю страну. И вот сегодня она в суперфинале. Поаплодируйте, пожалуйста, мечты осуществляются. Это очень здорово. Саша, вопрос твой? Да, ну и, конечно, без вопроса никуда. Какие основные вызовы, как вы думаете, стоят перед человечеством? На мой взгляд, к большому сожалению, на данный момент очень тяжело сохранить искренность. Искренность в обществе, искренность в любви, искренность в правде, искренность в своих чувствах. На мой взгляд, самый большой вызов – это сохранить свое нутро и свою правду. Будьте искренними, друзья. Спасибо. Очень достойный ответ. Петь будете? Нет. Ну, хорошо. Если надумаете, скажите. Спасибо. Спасибо вам огромное. Продолжаем знакомство с нашими конкурсантками. Номер один. Номер один. Прошу поддержите, поаплодируйте. Как вас зовут, из какого вы города? Здравствуйте. Меня зовут Дудина Елизавета, и я представляю город Тольятти. Прекрасно. Когда вы узнали, что у вас номер один, обрадовались? Безусловно, но это очень большая ответственность, потому что выводить на сцену 50 девушек – это безумно сложно. За тобой стоят 49 участниц, которые дышат тебе в спину. Не всегда это бывает хорошо, но я справилась. Блестяще. Это был еще не вопрос, это была так разминка. Вопрос звучит следующим образом. Как вы относитесь к такому понятию, как ложь во спасение? Приведите примеры, когда такая ложь действительно может быть оправдана, может быть из личной практики, из личного опыта. Ложь во спасение. Я считаю, что лжи не должно существовать ни в каком виде, ни в каком понимании. Как писал Драгунский, которого я читала в детстве, тайное всегда становится явным. Поэтому лучше сказать правду. Мама, закрой уши. Я знаю, ты меня слушаешь. Лучше не досказать в ситуациях, если это касается родителей, бабушек, дедушек. Лучше им что-то не досказать, увильнуть от ответа, от вопроса, но не соврать. А если вы чувствуете, что вам лгут, пусть даже во спасении, как вы себя ведете? Знаете, я всегда распознаю ложь. Я всегда вижу, когда мне врут. Не знаю, это выбор каждого человека. Если он думал, что так поступить правильно, это его выбор. Но вы скажете, я знаю, что ты мне лжешь. Или нет? Или вы... Я лучше проулыбаюсь, потому что человеку станет неловко, а я не люблю людей ставить неловкие положения. Мы не будем вас больше ставить неловкое положение. Спасибо огромное за это. Нет, нет, нет. А у меня есть вопрос. Вот ты сказала, мама, закрой уши. А каким образом мама обманывала? Я не обманывала маму. Даже не бегала гулять, пока мама заснула. Но это же не ложь. Все правильно. Как посмотреть? Все в мире относительно. Спасибо вам огромное за достойный ответ. И у нас номер 41. Прошу. Номер 41. Вас как очень бурно встречает. Это здорово. Напомните, как вас зовут и из какого вы города. Добрый день, зрители, уважаемые члены жюри. Меня зовут Итерина Анастасия. И я представляю Удмуртскую республику. Микрофончик пусть будет у вас. Потому что вас ждет сейчас каверзный вопрос. Если бы вы могли выбрать какую-то одну, ну можно даже несколько, суперсилу, что бы это было и как бы вы ее использовали? Чудо-женщина сейчас должна у вас проснуться. Я к минимуму. Знаете, мне кажется, я бы выбрала суперспособность быть счастливой. Потому что, мне кажется, этого не хватает каждому человеку. В погоне за какими-то внешними благами мы теряем истинные счастливые моменты. Мы не можем их прожить в полной мере. И думаю, эта суперспособность определенно нужна мне. И думаю, у меня скоро будет. Вы сейчас чувствуете себя счастливой? Знаете, да. Эта суперспособность проклевывается. Поаплодируйте, пожалуйста. Спасибо огромное. Спасибо вам огромное. А я бы выбрала есть и не толстеть. Что бы? А я бы выбрала есть и не толстеть. Для меня это важнее. А я бы высыпаться за два часа. Вот видишь, у каждого из нас своя необходимость. Дамы и господа, уважаемые гости, уважаемые члены жюри, уважаемые зрители телетрансляций, поаплодируем нашим красавицам. Они достойно справились с интеллектуальным испытанием. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok